Сборная России возвращается на мировую арену и уже в эту субботу, 24 сентября, наша команда сыграет товарищеский матч против сборной команды Гиргизии. Сегодня мы обсудим состав сборной на этот товарищеский матч, кого Валерий Карпин вызвал и кто остался вне заявки, а также поговорим об уровне сборной Гиргизии и сможет ли она составить нам какое-либо сопротивление. Поэтому я желаю вам приятного просмотра, мы начинаем, поехали! Вечером в четверг Валерий Карпин объявил итоговый состав России на матч с Гиргизией. Давайте его проанализируем, начнем с вратарей и как вы видите на экране 4 голкипера попали в итоговый список. Здесь наверное главный вопрос заключается не в самих персонах, сколько в количестве. Зачем сборной России нужно 4 вратаря на 1 матч? Ну возможно Валерий Георгиевич просто дал Ломаеву и Киржакову возможность почувствовать атмосферу сборной. Переходим дальше и у нас линия обороны и здесь мы видим 8 человек, хотя в расширенном списке было 11. В итоговый список не попали Данил Круговой и Алексей Сутормин из «Зенита» и Юрий Журавлев из «Ахмата». И тут вопросы уже есть и наверное самый главный из них это присутствие Станислава Макеева, потому что все видят, как сейчас выступает московский локомотив и первый забитый гол факела в матче с Локо, где Макеев просто стоял и смотрел, как игрок соперника выпрыгивает и забивает гол и также не совсем понимают, за что был вызван Холусевич, потому что если смотришь обзор матча Спартака, то там все время говорят про отсутствие краев обороны, а это именно та позиция, на которой сейчас играет Данил, поэтому мне кажется Сутормин был бы более предпочтительным вариантом. По остальным футболистам в принципе все по делу и переходим дальше к линии полузащиты, которая состоит из 13 человек. В итоговый список не попали Грулев, Зобнин и Карпукас. Очень сильно радует то, что в сборную попали ребята из Крыльев, это я про Ежова, Глушенкова и Коваленко, они безусловно заслужили. Также впервые появились Кривцов из Краснодара и Сельянов из Ростова. В принципе по полузащите у меня никаких вопросов нет, разве что скажу, что наши легионеры Головин, Миранчук, Хайкин, Аздуев и Черышев на этот сбор не вызываются, так как из-за тяжелой ситуации с перелетами, тренерский штаб сборной России решил их не приглашать. Ну и линии атаки, и здесь всего три игрока. В расширенном списке было четыре, выбыл Костя Тюкавин. Тут наверное тоже все закономерно, и Чалов сейчас в хорошей форме сделал пять плюс один за Цеско. Соболев тоже забивает за Спартак, но про связку Уткина и Камаличенко знают уже все. Теперь давайте поговорим о нашем сопернике, о сборной Киргизии. Киргизская команда находится на 95 месте в рейтинге FIFA и на 16 строчке рейтинга Азиатской Футбольной Конфедерации. Главным тренером этой сборной является наш соотечественник Александр Кристинин. В сборной Киргизии он начал работать в 2014 году и по-прежнему находится на своем посту. За свою игровую карьеру он поиграл за такие команды, как Оренбург, Ростов, Енисей, Смена. А вот вся тренерская карьера проходит только в Киргизии. Главным достижением для Киргизии в Кубке Азии можно назвать пароход до 1-8 финала в 2019 году. В том турнире в группе Киргизы заняли третье место и по доп. показателям сумели выйти в плей-офф. Но правда сразу же вылетели, проиграв в дополнительное время сборной ОАЭ 3-2. На чемпионатах мира Киргизия никогда не принимала участия. Что касаемо таких более-менее известных футболистов, то тут можно отметить капитана команды Валерия Кичина, который поиграл во многих клубах из России, в том числе в сезоне 18-19 он играл в РПЛ за Красноярский Енисей. Потом был в Минском Динамо и Московском Торпедо, а сейчас снова вернулся в Красноярск. Ну и последний факт про наших соперников. В июне Киргизия пробилась на Кубок Азии 23-го года, заняв второе место в группе с Таджикистаном, Сингапуром и Мьянмой. Ну и в конце, что касаемо моего прогноза на матч, то тут, конечно, Россия явный фаворит. Наши футболисты более мастеровиты и играют в более сильном чемпионате. Что уж тут говорить, если капитан Киргизии играет за Енисей в ФНЛ. И если сравнить Киргизию с европейской страной, то, наверное, по уровню это плюс-минус сборная Эстонии или сборная Кипра. Поэтому мой прогноз победа России 4-0. Свои прогнозы оставляйте в комментариях. А на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, будьте здоровы и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok